Добрый день! Меня зовут Курильчик Денис, я представляю платформу Symex. Сегодня мы в гостях у Максима Иванченко, основателя компании AdvoPay. Максим! Добрый день! В первую очередь, хотел бы вам задать вопрос, чтобы в двух словах вы рассказали о компании AdvoPay и о основной ее деятельности. Ну, смотрите, на самом деле AdvoPay существует достаточно недавно, всего там 3, наверное, с половиной года, но уже больше 25 лет была создана компания Konopos Инновационные технологии. Основным направлением деятельности этой компании являлась и является разработка банковского финансового программного обеспечения. Мы этим занимаемся, как я уже сказал, более 25 лет. В какой-то момент мы немножко перефокусировались от классических банков на более современные платежные системы. И где-то начиная с 2007-2009 года, это наш основной фокус. И в конечном итоге мы пришли к выводу, что клиентам нужен комплексный сервис. То есть не просто купить и внедрить программное обеспечение, а создать полностью бизнес под ключ. И, собственно, вот целью построения такого бизнес-интегратора явилось создание компании AdvoPay. Мы выступаем именно как бизнес-интегратор, то есть мы делаем под ключ платежные решения, начиная от помощи в консалтинге, выбора юрисдикции, консультирования, первичное консультирование клиента, разработка самой бизнес-схемы, бизнес-модели работы этой компании, этого сервиса. Мы помогаем подготовить все регламенты, мы помогаем создать всю инфраструктуру, открыть банковские счета, вплоть до того, чтобы подобрать персонал, директоров, АМЛ-офицеров и так далее. Ну и, конечно, программное обеспечение, оно как было, так и остается. На сегодняшний день мы создали также свою собственную платежную компанию, лицензированную в Великобритании. Это компания PayLi. И мы с ноября прошлого года работаем как Payment Service Provider, то есть мы оказываем услуги клиентам, проводим платежи и так далее. И сейчас мы запускаем еще один проект в Эстонии, это компания Криптус, которая будет выступать в качестве криптообменника. Но пока это еще, надеюсь, в недалеком будущем. Отлично. Были на вашем недавнем мероприятии, на закрытом бизнес-ужине, очень понравился контент, содержание и вообще сама тематика мероприятия. Расскажите в двух словах, как пришла эта идея, почему стали такие проводить мероприятия. Хорошо. Ну, смотрите, на самом деле идея, мне кажется, совершенно логичная, потому что для того, чтобы продвигать свои услуги как бизнес-интегратора, можно, конечно, рекламироваться где-то в СМИ, можно рекламироваться, делать рекламу в интернет, можно участвовать в каких-то профильных мероприятиях, но проведение собственных таких вот бизнес-ужинов, своих конференций, своих мероприятий, по нашему мнению, и это уже как бы не первое наше мероприятие, на самом деле, мы их уже провели энное количество, весьма и весьма эффективно. То есть мы собираем профессиональное сообщество, мы приглашаем очень профессиональных спикеров, мы очень большое внимание уделяем качеству контента, мы очень большое внимание уделяем тому, чтобы не было саморекламы, чтобы не было вот такой вот, знаете, как бы хайповой, как сейчас модно выражаться, истории, когда выступает какой-нибудь там человек, начинает рассказывать про свой там какой-то ICO-проект или что-то в этом роде. Вот. У нас этого на наших мероприятиях нет, вы этого не увидите. То есть у нас только высокопрофессиональные эксперты, которые приезжают, которых мы сами отбираем, которых мы приглашаем, с которыми мы согласуем тематику, согласуем, так сказать, идею их презентации основную, и таким образом выстраиваем вот это мероприятие. То есть наша цель, с одной стороны, конечно же, не буду скрывать, продвинуть себя, продвинуть собственные услуги, собственные продукты. С другой стороны, мы хотим нашим клиентам помочь, дать им контент, дать им информацию интересную. Плюс, опять же, что важно для нас в этом плане, это, собственно, вот этот нетворкинг, как это тоже принято сейчас говорить. То есть найти этих партнеров, объединить их вокруг себя, для того, чтобы потом совместно предлагать какие-то решения нашим клиентам. Потому что, естественно, как говорится, один в поле не воин. То есть мы не можем делать все сами. То есть мы приглашаем адвокатов из различных юрисдикций. Ну вот как вы были на нашем последнем бизнес-ужине. Это Швейцария, это Мальта, это Эстония. Да, совершенно верно. Должна была быть Белоруссия, к сожалению, человек не смог приехать. То есть самые живые, самые актуальные, самые насущные темы, которые востребованы, которые интересны. Ну вот как раз возвращаясь к вопросу контента и того, что было на мероприятии. Вот речь зашла про Мальту и про то, что в мае ожидается принятие закона. Вот очень интересно, насколько это все-таки осуществимо, как увидим ли мы действительно решение для работы на криптовалютном рынке в ближайшее время. Несомненно, несомненно. Смотрите, на самом деле, опять же, то, что касается Мальты и вот этого мероприятия, вообще у нас изначально была идея именно на Мальте сконцентрироваться, то есть сделать прям вот такое целевое, узконаправленное мероприятие, посвященное Мальте. Почему такая мысль возникла? Потому что, ну, я вижу Мальту, рассматриваю Мальту, как весьма и весьма перспективную юрисдикцию в части регулирования криптовалют. Мы сравнивали, анализировали те законопроекты и те законодательные акты, которые приняты в других юрисдикциях, там, в той же Эстонии, в той же Швейцарии, тот же Гибралтар, там, есть еще остров Мэн, да, там тоже что-то такое было принято, и какие-то провайдеры, криптопровайдеры, там, пытались создавать, строить свои бизнесы. Все-таки, вот честно скажу, пока то, что я вижу на Мальте, оно наиболее структурированное, наиболее комплексное, потому что обсуждение этого законодательства, оно ведется уже достаточно давно, как минимум с середины прошлого года. Мы знакомы с одним из основателей, так сказать, вот этой всей программы, он является формально, является советником премьер-министра Мальты по блокчейн-технологиям и вообще блокчейн-проектам, такой Стив Тенден, вот, и, собственно, ну, как бы мы из первых рук получали эту информацию, ну, и, собственно, на наше вот это мероприятие, которое было в среду, мы тоже пригласили, как вы помните, адвокатов с Мальты, один человек у нас выступал удаленно, по скайпу, да, к сожалению, там качество связи не всегда было очень хорошее. Ну, в целом, все было слышно замечательно. Ну, отлично. Да, и Мария, которая непосредственно приехала, тоже представитель, она доктор наук, представитель одного из известных на Мальте адвокатских бюро. Ну, я надеюсь, что да, что, ну, если не в мае, то в июне точно что-нибудь примут уже, причем примут достаточно комплексно, и мы сможем это все предлагать нашим клиентам. Отлично. Ну, так вот, в целом, в связи с вашей спецификой, с платежными сервисами, как вы видите развитие вот именно платежного бизнеса, там, не знаю, в Европе, может быть, там, в России, там, в ближайшие 3-5 лет? Ну, давайте все-таки, наверное, поговорим о Европе. Как бы, у меня есть свое мнение некоторое по поводу развития платежного бизнеса в России, к сожалению, оно не столь оптимистично, вот, и мы все-таки больше концентрируем наши усилия и фокусируемся на европейском платежном рынке. Значит, ну, как бы таким ключевым направлением сейчас является новая версия платежной директивы, которая уже вступила в действие, это PSD-2, это принцип open banking, то есть это открытость, максимальная открытость банков, максимальная открытость платежных операторов. Но если совсем коротко, платежи будут становиться быстрее, платежи будут становиться безопаснее, платежи будут становиться более удобными. вот три таких вот ключевых момента, которые трендовые, которые как бы относятся, вот, как говорит Екатерина Шульман, к глобальным трендам. Я понял. Ну, а с точки зрения вот того же, все-таки, криптобизнеса, да, это, как вы думаете, тоже будет развиваться? Конечно, конечно. Конечно. Смотрите, в какую сторону это все будет развиваться? Однозначно, это будет развиваться в сторону все большего, все-таки, регулирования со стороны государства, со стороны центробанков государственных, национальных, со стороны там, Европарламента и так далее. И, ну, подтверждение этих слов могу сказать, что буквально вот вчера была принята очередная директива европейскому парламенту о том, что все крипто-провайдеры должны четко следовать принципам IML, KYC, IML compliance, знай своего клиента. То есть, времена крипто-анархизма, они проходят. То есть, там, вот эти вот все истории, когда где-то на Сейшелах зарегистрирована офшорная компания, ей там открыт счет в какой-нибудь PSP-шке, там, она начинает покупать, продавать крипту, это очень скоро, поверьте, уйдет в небытие. То есть, рынок будет более цивилизованным, более регулируемым, ну, здесь есть свои плюсы и минусы. Ну, да, согласен. Тогда вот следующий вопрос, поскольку все-таки индустрия интересная, связана с финансами, как вы думаете, в какие инструменты, может быть, в короткосрочной перспективе, или вот во что вот сейчас, например, вы считаете перспективно инвестировать? Ну, глобально, знаете, довольно такой непростой вопрос, но тем не менее, я считаю, что инвестиции в финтех, стартапы, они по-прежнему достаточно актуальны и интересны. Да, нет уже такого хайпа, как было там, скажем, пару лет назад, когда там можно было инвестировать с коэффициентом в 3, в 4 и так далее. Ну, там, тем не менее, коэффициент 1,5-1,7 строго достигается сейчас, скажем так. Но мы не говорим о высокорисковом, венчурном, вот этому, крифт-рынке, да? Нет, конечно, я имею в виду, это какие-то финтех-стартапы, регулируемые, опять же, серьезные. Ну, вот, пример тот же самый Payline. Мы сейчас привлекли инвестора, при том, что, скажем так, мы существуем фактически с июля месяца прошлого года, и при том, что мы запустили наш сервис, как платежный сервис, с конца ноября прошлого года, вот, мы привлекли инвестора на условиях нашей капитализации примерно в 2,5 миллиона евро. Ну, отлично. Неплохой показатель за полгода. Да, что на мой взгляд довольно неплохо. И, ну вот, возвращаясь все-таки к формату бизнес-завтраков, действительно, это интересный такой, достаточно узкий формат, где можно неформально пообщаться, в отличие от больших конференций, когда действительно трудно найти какой-то общий язык и поговорить. Хотелось бы вот несколько слов о том, когда будет следующий завтрак, что на нем нам ожидать, ну и, конечно же, приглашение. Ну, конечно же, пользуясь случаем, я вас приглашаю. Мы проводим, даже это не бизнес-завтрак, это будет на целый день конференция, пока еще место точно не определили, но где-то в Москве, так скажем. Это будет конференция, 27 июня она пройдет. не вспомню сейчас точную формулировку названия, но посвящена будет, опять же, вопросам финтеха в сфере платежной, платежного бизнеса. Ну и, конечно же, будет секция криптовалют, обязательно. То есть, криптовалюта и блокчейн, это будет отдельная секция. То есть, основная тематика, это новая платежная директива PSD-2, это open banking, и это криптовалюты, криптоактивы, регулирование криптобизнеса. Отлично, я уверен, что будет очень интересно, поскольку мы имеем сами практический опыт уже участия в таких мероприятиях, это действительно стоит, чтобы побывать и посмотреть. В общем, тогда мы желаем вам отличного вечера, спасибо большое, что уделили время. Спасибо. Приезжайте на следующий бизнес-завтрак, я думаю, что 27 июня, правильно? 27 июня. Время, место, мы еще согласуем, будет... Под видео ссылка в описании, вместе с информацией о мероприятии. Читайте, подписывайтесь и приходите на мероприятие. Приходите на мероприятие. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok